Скорая помощь Свердловской области станет оперативнее. В регионе с сегодняшнего дня курсируют новые 37 карет скорой помощи. Все они получены благодаря федеральной поддержке. И это только начало. Областной медицинский гараж сам по себе требует неотложной помощи. Почти каждая вторая машина сейчас не соответствует современным стандартам. Игорь Бонгин продолжит. Ну и в целом, общее оснащение, оно заточено под более тяжелых пациентов. У нас есть кислородная разводка, у нас есть электричество 220. Спасать жизнь врачи могут даже на ходу. Внутри реанимобиля есть все. Это операционная на колесах. Ведь в медицине катастроф каждая секунда на счету. Возможность есть для, во-первых, для искусственной вентиляции легких, для обеспечения жизнедеятельности сердца. Есть дефибриллятор, есть внешняя кардиостимуляция. Также мы можем обеспечить непрерывную подачу инфузии. Мы можем оказать помощь на любом этапе. Где-то на трассе, допустим, кому-то стало плохо. С таким оборудованием есть шанс, что, например, пострадавшего в аварии на трассе успеют довезти до больницы. Сейчас в области работают пять таких реанимационных машин. Каждая в год наматывает по 50 тысяч километров, спасая людей. На дорогах региона располагаются медпункты, которые тоже увеличивают срок жизни у тех, кто попал в беду. Даже сам не разговаривал с дальнобойщиками. Они меняют трассы, чтобы проехать по нашим дорогам, по дорогам Свердловской области. Потому что на любой трассовый пункт они могут обратиться, снять кардиограмму бесплатно, измерить давление, измерить сахар крови. Не говоря уже о том, что если случится беда, к ним в считанные минуты приедут наши бригады. Кроме того, по дорогам области сегодняшнего дня станут ездить 37 новых скорых. Белые «Газели» с «Красным крестом» пригнали сюда по федеральной программе. Карет нам перепало больше, чем другим регионам. Эти машины работают, находятся на дежурстве круглые сутки. И износ этих машин гораздо более интенсивен, нежели чем любая другая машина. И неважно, сколько приобретается машина, машины постоянно нуждаются в обновлении. Век скорых недолг, не более пяти лет. После этого на машинах далеко не уедешь. Поэтому обновление автопарка – задача жизненно необходимая. На пульт 03 только в уральской столице в среднем поступает 400 тысяч вызовов ежегодно. В этом году мы уже приобретали в первом полугодии 10 автомобилей. Всего в городе работает 111 бригад, ну и, соответственно, 111 автомобилей. Срок жизни автомобиля скорой помощи – 5 лет. Затем он подлежит списанию, потому что работает круглые сутки. Пять дней от ложек из этого ряда переедут в Екатеринбург, чтобы сделать скорую помощь еще быстрее. Сейчас, по правилам до экстренных пациентов, врачи должны добираться за четверть часа. В планах сократить этот норматив еще на несколько минут. Игорь Бонгин, Евгений Драбышевский. Главные новости Екатеринбурга. Игорь Бонгин, Евгений Драбышевский.